Девушки отдыхают 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 проводят лекции, интересные лекции, такие лектории по тематике определенной, по кукольной, очень интересно. В общем, после длительного карантина галерея наполняется мероприятиями интересными, красивыми и очень полезными для жителей города. Я вам ставлю ссылочки для того, чтобы вы могли следить за расписанием, которое проходит в галерее кукол. Ну а мы с мамой будем туда ходить и вам снимать фрагменты этих мероприятий. Обязательно. Каждый год 1 марта в Оренбурге проходит мероприятие «Женщина года». Ирина Корсакова, наша с мамой подруга. Мы, конечно же, пришли ее поздравить. В этом году она победитель. Добрый день, дорогие друзья! С праздником весны вас! Самые очаровательные, самые необыкновенные, самые прекрасные женщины на свете! Стало доброй традиции накануне замечательного праздника 8 марта проводить торжественную церемонию награждения победителей с ежегодного муниципального конкурса «Женщина года». Муниципальный конкурс «Женщина года» берет свою историю с далекого 2002 года. За это время от лица администрации Оренбурга удалось сказать слова благодарности и выразить общественное признание 197 прекрасным женщинам нашего года. И начинаем церемонию награждения. Решением конкурсной комиссии от 5 февраля 2021 года по отбору кандидатур на присвоение почетного звания «Женщина года» по 10 номинациям премия присуждается... Номинация «Женщина в культуре» Хорсаковой Ирине Александровне, руководителю галереи «Куклы». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самые привлекательные, самые красивые женщины города Оренбурга. Вы знаете, я вот ехал сегодня на эту встречу и поймал себя на мысли о том, что мы многие годы уже проводим подобные мероприятия. По-разному они проходили и с разными сувенирами, подарками. И, наверное, вот те последние сувениры, которые, в том числе и сегодня вручали победителям, они не просто это брошь как украшение, но это и преемственность передачи вот этих брошей от мамы к дочери и дальше, так сказать, в семье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Корсакова Ирина Александровна Ирина Александровна автор идеи и создатель уникального атмосферного места – галереи куклы, которая объединяет мастериц и кукольниц всего города Оренбурга. Благодаря позитивной творческой энергии Ирины, ее желанию сохранить традиции рукодельного творчества, галерея куклы стала прекрасной частью культурного года нашего города, прославляя его не только в России, но и далеко за его пределами. Ирина Александровна является и организатором множества культурных мероприятий, мастер-классы, выставки, творческие клубы. Все это привело к созданию творческого проекта «Нескучные вечера в арт-салоне в гостях у графини». Деятельность Ирины Александровны и галереи куклы настолько привлекает внимание, что в 2020 году во всероссийской зимней выставке авторских кукол «Все куклы в гости к нам» приняли участие 21 мастер из 18 городов России. Даже в непростых условиях пандемии галерея куклы продолжала работать в онлайн-формате. Мастер-классы и видеоролики на YouTube-канале и в социальных сетях просматривают более 2,5 тысяч зрителей, среди которых не только овенгуржцы. Уважаемая Ирина Александровна, для вас творческий подарок. На праздничной сцене образцовый хореографический коллектив «Арабэск». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий 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 Ура! Девочки, вот в этой галерее проходила выставка моих вышитых картин, но экспозиции меняются. Галерея куклы работает пятница, суббота, воскресенье. Я вам дам ссылочку, посмотрите режим работы. Все оренбургские могут прийти и посмотреть вот эту прекрасную экспозицию кукол ручной работы. Экспозиции меняются, проводятся каждый месяц разные выставки. И еще здесь можно купить себе подарки. Все, что понравилось, можно купить прямо договорившись здесь же на месте. Вот куклы Светланы Моисеевой. Буквально на днях на этой неделе наши девочки-кукольницы ездили на выставку в Москву, которая проходила в гостином дворе. И самая престижная выставка кукольниц в нашей стране. И они принимали участие в этой выставке. Типлом такой подарили. Цветочки тоже подарили. Это золотая. Брошь с бурьянтом. Сказали, по наследству нужно передать. Что-то да. А у меня мальчики. Ну ничего, придется за девочки идти. Ирина, откуда такой наряд красивый? А там советуют. Ну, думаю, интересно, сколько стоит. У нас есть дом пуховой моды, Анна Советова, дизайнерская. Дорого и богатая. Я просто, опять же, вот... Нет, в принципе, по большому счету, каждая женщина может себе это поставить. Ну, там, говорю, там связали кардиган. Вот я опять же, про дизайнер, который у меня с Питера знакомая. 60-70 тысяч там вот у нее. Ну, у нее там, это, не такой шедевральный, не такой тон. Да просто кардиган там. Ну, здесь тоже фасон обыкновенный. Здесь смысл... Она там все рисует, все это самое там. Вот нитки окрашивает. Ну, просто кардиган там, ничего такого. Не надо выдумывать это, потому что отвлечет это от материала. Да, да, да. Тут же это... И самое главное, я сейчас даму. Вот давай еще. Он всегда... Только не раздевайте сразу. Нет, как я эту красоту... Ну, нет, можно, я тебе теточка покажу. Так, давай, давай, рекламируй хорошо наши оренбургские пуртинки. Самое главное, вот эту вот красоту ты будешь носить в любое время года, в любом возрасте. Она всегда будет актуальна и модна. Если что, так можно будет оторвать и... Девочки, у меня есть видео. Сверху оторвать и шар. Дом пуховой моды Анна Советова. Я вам оставлю в конце ссылочку. Посмотрите, какие там изделия. Очень красивый цвет такой. Красивый. Дорогие друзья, вот действительно хочется поздравить Ирину, потому что, ну, я благодарна судьбе за этот подарок в ее лице, потому что действительно очень редко сейчас встретишь вот такого человека, который занимается меценатством и делом для своей души не для того, чтобы прославиться, допустим, не от безделия, когда у тебя много денег. А она выкраивает время, выкраивает средства, собирает вокруг себя таких же людей творческих, увлеченных. Потому что, вот посмотрите, пожалуйста, на этих девушек, которые галереи, куклы, и на этого юноша, который железных дел мастер, просто-напросто люди необыкновенные, даже внешне. Абсолютно необыкновенные. То есть, вот какие-то волшебницы добрые девчонки. А это вот просто тоже волшебник. Просто волшебники. Ирина... Я не без бороды, я чисто не знала. Да я вообще не знала. Я чисто не знала. Тоже удивительные вещи делают. И Ирина, она как вот какой-то такой лучик притяжения, и этот вот ее дом, созданный ей, это действительно человек, который умеет даже самый-самый отчаянный минус менять на плюс. Я тебя люблю и поздравляю. Будем дружить скоро домой. И тебе тоже. Спасибо большое. Сейчас поздравления скажет девушка с замечательным именем от Рады. Вообще чудесная девушка. Я хотела поздравить. И сказать, что я очень рада, что я попала в такое сообщество творческих людей. Интересно. Очень рада, что не побоялась, пришла в галерею однажды. Потому что, ну как бы я пришла в галерею, это было уже несколько лет назад, наверное, году. Ну год точно. Ну где-то в самом начале. Два года будет в галереи, два года будет летом. Поэтому где-то год-полтора назад пришлось, в самом начале. Осень была. Я сначала очень волновалась, думала идти, не идти, потому что я хотя занималась куклами, но, как говорится, на коленке, у батарейки там сделала, спрятала. Вот. Я очень волновалась, потому что думаю, сейчас приду, а здесь такие мастера, такие серьезные люди. Я им принесу, они скажут, боже мой, что это, кто это наделал, кто-то принес. А когда я сюда пришла, то есть я встретила людей, которые, ну, очень отзывчивые, очень открытые, понимающие. И, как бы, они были рады мне, даже вот с дня в начале, я понимаю прекрасно, что куклы были не супер-великой техники, но, как бы, меня поддержали. Я нашла здесь единомышленников. Меня поддержали, мне помогли, дали какой-то старт. И с помощью галереи, с помощью вот таких соратников я теперь могу развиваться, и у меня есть какой-то шанс показать себя, реализовать себя. Вот. И я хочу сказать спасибо за то, что Ира нам дает такой шанс всем творческим людям города и области. От рада у нас, вообще-то, как бы сказать, настоящий боец поехала с нами покорять Москву. Покорила. С нами, с тетками, которые прошли огонь и воду медной трубы, она не испугалась, думает, все равно я с ними поеду. В Москве интернет гудит, оренбургские приехали мастерицы, просто подрались из-за брошек, из-за кукол. Многие москвичи ушли с синяками, не всем досталось. Простите нас, простите нас, мои зрители московские. Работаем над брошей. У нас вот так, Петровна подготовила к Масленице вот такую композицию своих кукол. Каркасные куклы, вязание крючком, ну и вот такие можно составить разные тематические композиции. Они так вот в народных мотивах, то есть вот отображают такую сюжетную композицию, да, ну в данном случае масленица такая, да, и вот куклы играют масленицу. Ну, примерно так. Одежда тоже вот здесь вот в основном вязана, но сейчас я и текстиль добавляю, поэтому разные есть. Куклы разные есть. Ну, их объединяет, что они все на каркасной основе, то есть прежде всего каркас. И, в общем, лица, и все детали тела связаны крючком. А там уже вот у меня последние куклы есть, я уже текстиль начала добавлять, потому что вязать, честно говоря, еще долго. Девочки, у меня есть мастер-классы для начинающих, подписывайтесь на канал, переходите по ссылочкам. Можно маленькие, вот, допустим, всякие игрушечки, это вот для начинающих, но и расправляйте детки. То есть можно даже с маленькими, ну, как с маленькими, там, школьниками начальных классов можно, вот, допустим, маленькие. На базе галереи кукол мы иногда проводим мастер-классы бесплатные, платные, по-разному. Вот у нас осенью был марафон, когда мы каждую субботу-воскресенье проводили мастер-классы. И Ольга Петровна показывала, как вязать тыковку мастер-классу. Тыковку там, по-моему, еще раз и делали. Или тоже без вас делали? У меня тыковку, да, меня не было, я тыковку снимала. Есть видео, девочки, подробный мастер-класс для начинающих, как вязать тыковку. Маленькие можно всевозможные, для начинающих, конечно, маленькие какие-то нужно начинать. И еще даже основа техники вязания крючков, если даже не знает, вот как раз на основе маленьких таких поделочки даже. Это даже, может быть, не игрушки, а поделки какие-то маленькие, там вот тыковки, там что-то какие-то, фрукты какие-то. Можно и научиться вязать и сделать какой-то домашний маленький сувенирочек такой. Приходите в галерею кукол, мы вас ждем. Я работаю субботом, давай, пожалуй, приходите. Находимся. А, давай, смотрите. Вообще-то я делала проект к выставке куклы Найданова в зимней. В том году еще, по-моему, да? В общем. То есть это, они вообще изначально, композиция, они сидели в валеночке, вот, все. У них такой тюрьмок, домик в валеночке. И вот здесь зайка, они все в тюрьмках одинаковых, у них здесь по сердечку. Вот, муж. Горан, наконец-то. Нет, это глина полимерина. Да, вообще. Это вот самка же все придумала, да? Да. Вообще-то игрушки из полимерной глины. Так, Вань, ты посмотри, креатива сколько, с фантазией сколько, вообще. Ну, у них... Нет, у нас же... У нас учились сзади, да. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Галерея куклы находится по адресу Пролетарская, 4, город Оренбург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова